так ну что эфир у нас с вами пошел мы в эфире да мы уже в эфире отлично ждем гостей ждем зрителей а мы узнаем что у нас есть гости как нужно да 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 там все видно мы узнаем что мы не одни да так пробуйте вот у нас уже начинают подсоединяться люди к эфиру да отлично я захожу на фейсбук и делаю репост но я пока не вижу там у вас видео да надо обновить мне несколько раз страничку чтобы она появилась в хронике попробуйте обновить страничку так а я пока сделаю вступительную часть всем привет друзья кто присоединяется к нашему эфиру я напомню кто меня вдруг не знает меня зовут анна котвицкая я маркетолог специалист по развитию бизнеса основатели smm агентства онлайн стратегия на фейсбуке я записываю серию прямых эфиров с интересными людьми мы раскрываем актуальную тему тема сегодняшнего эфира рынок труда в карантин и сегодня у меня в гостях директор по странам восточной европы рекрутинговой компании world staff виталий михайлов и мы будем говорить о том как сегодня что сегодня происходит на рынке труда и наверное поговорим не только о том что происходит на рынке труда но и поговорим о том вообще как изменилось как изменился рынок как изменил изменились сервисы по поиску персонала как изменилась психология соискателей за последнее время поэтому будет очень интересный эфир задавайте вопросы пишите ваши вопросы в комментариях будем все разбирать Сегодня, я думаю, Виталий с нами поделится интересной информацией, поделится какими-то, возможно, секретами и фишками в поиске персонала, а может, просто скажет, как вообще все обстоит сейчас на рынке труда. И первый вопрос, самый интересный, Виталий, как вас коснулся карантин? Что в вашей компании происходит? Пришлось ли кого-то увольнять? Ушли ли клиенты? Что у вас происходит? Да, здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые. Фейсбук-стрим зрителей. Вопрос хороший. Естественно, все изменилось, мир изменился. Сейчас я нахожусь, как вы думаете, где? Я думаю, вы дома. Мы с вами как раз. Да, дома. Вы дома, правильно? Да, на самом деле, да, я дома, компания обеспечила баннером, видите, у меня на стене висит баннер компании, вот, я делал пиджак, у меня есть там, с какой стороны, здесь значок компании, то есть все хорошо. У меня как бы для рабочей атмосферы на столе стоят, да, как бы флажки компании, вот, есть рабочий стол, есть рабочее кресло, вот, чашка у меня есть брендовая, с которой я пью, видите, здесь изображен мужчина и написано… Все в корпоративном стиле у вас. HR Department Cup, то есть, как бы, все хорошо, все работает. Вот, естественно, чем занимаемся мы? Мы занимаемся поиском и подбором персонала, мы, как бы, внешние рекрутеры, к нам обращаются клиенты, и мы подбираем для них персонал. То есть, основной, основные наши сотрудники – это рекрутеры, вот, и они все сейчас работают удаленно, чему я неимоверно рад, честно. Вот такая история. Да, вопрос-то был, кого-то пришлось уволить, ушли ли клиенты, вообще, как с этим обстоят дела? Ну, смотрите, никого мы не увольняли, если говорить о сотрудниках нашей компании. Ну, а клиентов, конечно, уволили. Ну, шучу, шучу. Клиентов мы не увольняем, мы клиентов любим, вот, но часть из них, естественно, ушла, мы надеемся, на определенное время, потому что, ну, бизнесу в Украине сейчас нелегко. А мы работаем с бизнесом, и мы знаем, что некоторые сферы сильно сократились, например, там, не знаю, ресторанный бизнес, торговые центры, эти кинотеатры и так далее, то есть бизнес практически полностью закрылся. А у некоторых бизнесов все хорошо, например, там, логистические компании, например, компании по доставке еды, вот, например, розница продуктовая, у них по-прежнему все довольно-таки неплохо. Например, там, e-commerce, интернет-магазины, там, самое крупное в Украине, не будем называть какие, не знаю, там, производители, продавцы вот этих всех средств защиты, маски, перчатки, антисептики и так далее. Ну, и фармацевтические компании, то есть аптеки открыты, работают, лекарства продают, соответственно, и компании, которые производят эти лекарства и таблеточки, они как бы на большинство работают, у них все довольно-таки неплохо. Поэтому там есть вакансии, их нужно закрывать, у этих компаний были и есть бюджеты на внешних рекрутеров, и мы по-прежнему работаем. Вот так. Угу. А у вас, вы работаете со всеми компаниями или у вас есть какая-то специализация, то есть у вас должен быть крупный бизнес или это может быть абсолютно любой бизнес? Есть у вас? Если мы говорим, у нас просто есть несколько компаний, несколько брендов, это группа компаний. Если мы говорим о компании, вот вы видите баннер компании Wallstaff, 15 лет на рынке, это классическое рекрутинговое агентство, вот, которое, ну, дженералист, которое занимается подбором топ, мидл-специалистов и узких специалистов, скажем так. Вот. А какой был вопрос? Я спросила, есть ли специализация у вас ориентирована на крупный бизнес? Да, да. В большей степени крупный бизнес, да? Да. Смотрите, среди наших клиентов примерно 50 на 50, это 50% это иностранная международная компания, 50% украинский бизнес. По размеру бизнеса, опять же, это разные компании. Есть компании крупные, большие, транснациональные, с десятками тысяч людей, а есть компании, какие-то небольшие представительства, где, скажем, работает, ну, 5 человек, все остальное на аутсорсинге. В том числе функция рекрутмента. Я почему спросила про вашу специализацию, потому что у меня был опыт работы с рекрутинговыми компаниями. Да. Когда я была наемным сотрудником, я управляла продажами в издательском доме, мы сотрудничали с рекрутинговой компанией достаточно успешно, эффективно. Когда я основала свое агентство 5 лет назад, я пыталась сотрудничать и поняла, что для небольшого бизнеса рекрутинговая компания вообще не подходит, потому что там те суммы, которые платят, ну, вот я объясняю. И мне, кстати, ко мне часто обращаются рекрутинговые компании, предлагая свои услуги, я понимаю, что у нас вообще нет никаких точек соприкосновения, потому что я работаю с СММщиками. Вот у меня, допустим, какие вакансии аккаунта, СММ-менеджеры, срок жизни СММщика на рынке, ну, вот именно в работе от 3 до 5 месяцев, рекрутинговой компании нужно заплатить за привлечение такого специалиста 20% от годового оборота. Этот специалист уходит через 3-5 месяцев, нет никакой выгоды, нет никакого, в принципе, ну, да, да. Поэтому вот я спросила, как вы специализируетесь, но у вас крупный бизнес, для крупного бизнеса эта услуга вполне доступная и удобная. Согласен. Вот эта категория людей, СММщики, это молодые люди, как правило, да, и они, к сожалению, долго не задерживаются. Вот это покорение Y, как кто-то сказал, для них работа – это времяпрепровождение между выходными. Ну, это наша жизнь, и мы работаем с этими людьми, то есть вы подтверждаете, да, эту тему, потому что я долгое время считала, что, возможно, там как-то у меня в компании какие-то, может быть, система мотивации несовершенная, может быть, нет, человек не видит перспективы. Но я, пообщавшись с коллегами по цеху, поняла, что ситуация похожая, то есть, в принципе, во многих компаниях они действительно не работают больше, там, трех-пяти месяцев, вот, ну, и вы тогда, получается, тоже подтверждаете эту статистику, правильно? Да, ну, и скажу вам честно, СММщиков заказывают очень-очень редко. Да, то есть сегодня, в принципе, это востребованная услуга, у любой компании есть необходимость, чтобы кто-то занимался социальными сетями, не так часто у нас. Заказывают редко. Опять же, почему, ну, или ищут сами, или просто аутсорсят эту услугу у такого агентства, скажем, как ваше, да? Зачем иметь своего СММщика, если можно, как бы, под какой-то проект, да, просто это дело аутсорсить? Я всегда за аутсорсинг. Допустим, пример, в нашей компании, ну, основная деятельность, единственная, это рекрутмент, все остальное мы аутсорсинг. То есть у нас бухгалтерии нет, бухгалтерия у нас на аутсорсинге, юриста у нас нет, юристы у нас на аутсорсинге, IT у нас нет, IT у нас на аутсорсинге. Вот, сейчас по факту мы на удаленке, вот, опять же, у офиса у нас, как бы, ну, физически, он тот же офис на аутсорсинге, да, и тот же офис-менеджер, получается, на аутсорсинге. Ну, сегодня аутсорсинг, кроме рекрутмента, основная деятельность. Вот здесь я с вами соглашусь, потому что, если говорить, сегодня многие компании все еще хотят обязательно, если там HR-менеджер, он должен быть внутри компании, правильно? СММ-щик внутри компании. А что получается? Получается, что вы занимаетесь профессионально рекрутингом, и вы в этом профессионалы, потому что вы 15 лет занимаетесь только этим. У вас отстроены процессы, у вас отстроены все механизмы того, как это делать. Вы лучшие в этой сфере, и если уже кто-то, например, подбирает персонал, то, конечно, вы в этом лучшие, потому что вы занимаетесь только этим. То же самое в моей сфере, в СММе. Я этим занимаюсь уже более пяти лет, и понятно, что у меня тоже в этой сфере отстроены механизмы, шаги, инструменты, и поэтому специалистов я подбираю. У меня есть отбор лучших, кто делает лучше всего. Но компании сегодня все еще заинтересованы в том, чтобы у них человек сидел в офисе, и чтобы они его еще могли нагрузить какими-то дополнительными функциями, наверное. Главное в офисе. Сейчас совсем сложно, поэтому я думаю, после карантина многие компании откажутся от СММщиков, или как минимум откажутся от офисного места для СММщиков. А зачем СММщику офис? Объясните. Я вообще не понимаю, зачем ему. Вся работа в онлайне, правильно? Вся работа в онлайне. Давайте тогда поговорим, что же у нас происходит с карантином. Что происходит сейчас на рынке труда? Уменьшились ли зарплаты? Увеличился ли поток новых сотрудников, которые вышли на рынок? Что происходит? Вы это отслеживаете? Да, естественно. Мы на карантине уже 40 дней, говорят, да, примерно. А что такое 40 дней? Ну, это 30 плюс 10, это уже больше месяца. Представьте, что на карантине, ну, фактически полтора месяца мы на карантине, и нам еще осталось 10 с половиной, и мы год на карантине. Представляете, вот так? Ну, я бы не хотела представлять такой сценарий. Проходит год, а мы все еще на карантине. Вот, на самом деле, полтора месяца это уже много, и представить там два месяца назад, что будет такая история, наверное, никто не мог. Ну, последнюю новость мы знаем, карантин продлили. У нас еще есть там порядка 20 дней для того, чтобы успеть до 11 апреля все, что мы хотим успеть, все, что мы не успели сделать на карантине. Поэтому время есть. Вот, как это повлияло на рынок труда? Ну, очень просто. Смотрите, берем любой работный сайт, их, условно говоря, там три в Украине, таких больших известных, не буду называть. Заходим и смотрим, сколько вакансий. Цифры там плюс-минус одинаковые. Вот, до карантина вакансий на работном сайте было примерно там 40-45 тысяч, в зависимости от, это вся Украина, да? 40-45 тысяч. Вот, если вы сегодня зайдете на работный сайт и посмотрите, вы увидите цифру, там, два, чуть меньше, да, раз меньше. То есть, вы увидите цифру 20-23 тысячи вакансий. Это там с выборкой за 30 дней. Вот 30 последних дней вы увидите 20 тысяч вакансий. То есть, в два раза. Да? Что мы видим? Что в два раза тех вакансий, которые публиковались, а помимо тех вакансий, которые публикуются, еще же есть там вакансии, которые не публикуются, вакансии, которые там закрываются другим способом и так далее. То есть, вот, видимая часть айсберга уменьшилась там ровно в два раза. С одной стороны. С другой стороны, количество соискателей увеличилось. Почему их увеличилось? Ну, потому что часть компаний людей, скажем честно, уволили. В первую очередь, это те компании, бизнесы, которые просто закрылись. Скажем, те же кинотеатры, те же рестораны и так далее. То есть, какую-то часть они отправили в отпуск за свой счет, ну, а с какой-то частью попрощались. Вот. Соответственно, та категория людей, которых уволили, да, опять же, сколько их мы, ну, мы не знаем, мы посчитать их не можем. Они начали, как бы, искать работу. Кто-то подождал там пасхальных праздников, кто-то сейчас еще подождет майских праздников, если у него есть запас прочности, там, и финансовая подушка. И будет искать работу. А кто-то уже активно ищет. Вот. Мы видим это, скажем, ну, прямым образом это в интернете и на этих сайтах, а косвенным образом видим большую количество, в качестве большего количества соискателей, которые обращаются к нам. Да. Вот. То есть, это те люди, которые, ну, то есть, поток, скажем, резюме, который приходит напрямую к нам, ну, он увеличился, может быть, пять-семь раз. Пять раз больше обычного. Да. А можно сказать, вот у нас точно до карантина был рынок соискателей, то есть, все боролись за хорошие профессиональные кадры. Да. Превратился рынок в рынок работодателя или нет? Смотрите, опять же, в определенных сферах он однозначно уже стал рынком работодателя. Вот. Мало того, без большого количества вакансий. Потому что, ну, что делают компании в кризис, что было, да, там, в прошлый кризис, позапрошлый и так далее. Наша компания их пережила уже несколько. То есть, ну, скажем, первая реакция – это найм полностью, новый найм, да? Новый найм полностью останавливается. То есть, новые проекты останавливаются, нет найма. Остается только найм по замене каких-то людей, да? То есть, какой-то человек ушел до кризиса, вот, но его место пусто, да, и его нужно кем-то занять. То есть, да, мы закрываем какие-то еще старые проекты, старые вакансии. Новые проекты, как правило, там останавливают, финансирование прекращается. Новых наймов нет. Есть какая-то ротация старых. Поэтому, вот, в некоторых сферах однозначно уже рынок работодателя, а в некоторых сферах еще, там, ну, ситуация непонятная. То есть, ну, потому что многие считают, что вот сейчас 11-го числа карантин закроется, и жизнь будет такая же, как раньше. Все вернутся в офисы, останутся прежние заработные платы. Тем, кому заработную плату немножко сократили на время карантина, ну, ее обязательно вернут. Вот, компании по-прежнему будут жить хорошо и богато. Вот, по-прежнему у нас в офисе будет, там, бесплатный чай, кофе, плюшки и орешки. Вот, ну, и так далее, так далее, так далее. То есть, все как бы вернется. Мы по-прежнему будем ходить в рестораны, в кинотеатры, летать самолетами за границу и так далее, так далее. Вот. Но мир изменился. И рынок работодателя, рынок соискателя реально сейчас превратился в рынок работодателя. Как минимум, если мы говорим о белых воротничках, да, ну, это люди, которые работают в офисе. У синих воротничков там немножко другая история. Ну, синие воротнички – это люди, которые работают руками, да, то есть водители, строители, там, сборщики продукции на складе и так далее, так далее, так далее. Там немножко, ну, там немножко другие тренды. Там есть много зарубичан, которые вернулись. Соответственно, они приехали, но они уедут. Вот. Ну, этот рынок, он такой более подвижный, условно говоря, там на тысячу гривен больше зарплата, и люди как бы, да, мигрируют, с одной стороны. С другой стороны, без этих людей никуда не обойтись, их нельзя перевести на удаленку. Почему? Потому что, ну, если мы с вами на удаленке, да, SMM и рекрутмент, он отлично работает на удаленке, то строить, там, убирать, водить транспорт, ну, тяжело удаленно. Хлеб выпекать, заводы, станки, вот там, где везде есть ручной труд, там, как бы, все сложно. Поэтому те компании, которые инвестировали в роботизацию, те производства, где, как бы, на производстве один человек, который управляет, да, как бы, через компьютер всеми процессами, они, как бы, сейчас чувствуют очень неплохо, им не нужно было закрываться, им не нужно было, да, всех в маске, через полтора метра садить и так далее. Ну, почему? Ну, потому что роботы, роботы есть роботы. У вас есть робот дома? Ну, у меня нет. Нет? Кроме там стиральной машины. О, видите, есть, стиральная машина стирает. У меня есть робот-пылесос, вот он работает у меня пылесосом, там, больше 10 лет. Вообще ничего не изменилось. Он как работал роботом, так и работает. То есть карантин на него вообще никак не повлиял. Единственное, у него стало больше работы, ну, потому что все дома, есть больше времени, как бы, да, нажимать на эту кнопочку, чтобы он ездил и уделял. Вот такая история. Да. А скажите, а что касается зарплат? Изменились ли зарплаты на рынке труда и изменились ли запросы соискателей? Поменялось ли отношение соискателя к поиску работы? Он более лояльно, менее придирчиво относится к вакансиям? Как вот с этим обстоят дела? Ну, смотрите, опять же, с рынком заработных плат тренд, как бы, он понятен, ну, заработные платы уменьшаются и будут уменьшаться. А кто это у нас? Здравствуйте. Это у нас Мишка, это Мишка, Мишка-рекрутер. Да, я видела, он у вас на страничке, везде работает, в офисе. Поздоровайся, да. Он закрывает вакансии. Опять же, ему карантин не страшен, вот, и когда начался карантин, он у нас единственный работал в офисе. Я видела его, да. Да, так как ему, ну, скучно в офисе, пришлось его забрать домой, теперь он, как бы, помогает. Тоже на самоизоляции. Да, ну, на самоизоляции. Смотрите, по поводу заработных плат. Значит, ну, по факту заработные платы уменьшились. Вот, истории есть разные. Истории, опять же, я слышал от разных компаний, кто-то вот сделал так. То есть, если человек приходит в офис, да, и работает не на удаленке, у него полная заработная плата. Если он на удаленке, то у него 50% заработной платы. Вот. Некоторые сделали так. Те, которые перевели всех на удаленку, у них бизнес продолжается, продажи не упали, рентабельность бизнеса та же. Вот, они, как правило, ну, людям заработную плату не уменьшали, не сокращали. У тех бизнесов, у которых, ну, скажем, все плохо или все очень плохо, вот, они часть людей, для которых нет работы сейчас, они отправили в отпуска за свой счет. То есть, сейчас, как бы, да, кабин изменил законодательство. Если раньше этот отпуск за свой счет, он ограничивался, да, определенным количеством дней, то сейчас отпуск за свой счет, он не входит в общее количество дней за свой счет в году, да, на время карантина. То есть, условно говоря, компании как сделали? Они попросили своих людей написать заявление, предоставить отпуск за свой счет на время карантина. Опять же, люди это могут сделать только по собственному желанию, да, то есть нельзя человека заставить написать такое заявление. Ну, как бы, людям объяснили, люди написали, и, соответственно, они находятся в отпуск за свой счет. Компания не начисляет им заработную плату, и компания, соответственно, не платит налоги, да, с этих людей. То есть, таким образом, как бы, кабин немножко помог бизнесу. Вот. Люди за свой счет. Что такое за свой счет? Ну, это значит, что вас, как бы, не уволили, трудовая книжка лежит в компании, вот, но вы не работаете раз, и вам не платится заработная плата два. Опять же, прошло уже 40 дней. Как правило, у нас большинство людей, ну, небольшая подушка, живут от зарплаты до зарплаты, есть там запас, ну, может, на два, на три месяца. Сейчас уже больше месяца прошло, вот, и люди, как бы, сидят и думают, а что нам делать дальше, а вернемся мы, что карантин, если помните, уже продлевали два раза, да? Его один раз продлили, сейчас продлили второй раз. И люди, которые в отпуске за свой счет, они не знают, ну, выйдем мы, не выйдем. Те, которые, как бы, ситуацию оценили реально, они просто начали искать новую работу. Разместили резюме на работных сайтах, там, нам отправили, нашим коллегам отправили, и активно ищут работу. Вот, поэтому ситуация, опять же, разная в зависимости от компании, от бизнеса, от сферы и от региона, скажем так. Хорошо, у нас, я напомню... Мой прогноз такой, что в целом заработные платы после карантина уменьшатся на 20-30%. Вот, если брать, там, среднее, да, среднее, как бы, по стране, я сейчас говорю о белых воротничках, да? То есть, я не говорю о синих воротничках, там, как бы, ну, другие тренды и другая история. Белых воротничков, ну, их сейчас высвободилось довольно-таки много, вот, и, соответственно, здесь есть вопросы, куда уменьшать заработную плату, ну, им работу найти, как бы, сложнее. Да. Так, хорошо, я напомню нашим зрителям, которые присоединились к нашему эфиру, что сегодня я общаюсь с Виталием Михайловым, директором рекрутинговой компании World Staff. Мы сегодня говорим о том, что происходит на рынке труда. Да, если у вас есть вопросы по этой теме, пожалуйста, пишите в комментариях. Вот, Виталий будет на них отвечать. И для тех, кто сидит на карантине и думает о том, чем себя занять, и чем быть полезным, как можно быть полезным людям, своей экспертностью, своими услугами, своими знаниями. Но пока вы не знаете, как упаковаться в онлайне, вы можете написать слово «интересует» в комментариях к этому видео. Я занимаюсь быстрой упаковкой в онлайн. Мы с вами вместе можем обсудить ваше направление, выбрать нишу, определить целевую аудиторию, определить уникальное торговое предложение, подобрать недорогие методы привлечения клиентов, так называемый маркетинг без бюджета. Собственно, я могу вам помочь быстро упаковаться в онлайн и начать привлекать клиентов к себе, в свой бизнес, в свое направление. Поэтому, если интересно, такая консультация у меня абсолютно бесплатна. Первая консультация, на которой мы уже с вами можем пошагово выстроить путь клиента из онлайна к вам, в ваш бизнес, в ваше направление. Так что, если интересно, если важно, пишите слово «интересует» в комментариях к видео, и я с вами свяжусь в мессенджере, мы это все обсудим. И у меня такой вопрос, поскольку я тоже очень давно работаю на рынке, я вот в маркетинге, мы с вами обсуждали перед интервью, в маркетинге и продажах более 10 лет, и даже опыт у меня был работы в рекрутинговой компании небольшой. Могли бы вы поделиться вообще за 15 лет вашей работы, что изменилось в психологии соискателя? Поменялось ли что-то принципиальным образом? Потому что я помню себя, как соискателя, там, 10 лет назад. Я помню, как я дорожила любым местом работы, как мне страшно было потерять работу, не, там, скажем, сделать вот что-то не так, расстроить работодателя. В общем, я была очень лояльным сотрудником. Что поменялось сегодня? Ну, если сравнивать 10 лет, то, как бы, наш рынок меняется, да, вот, волны, волны. То есть, когда кризис, у нас рынок работодателя. Вот, когда, как бы, идет определенный рост, у нас рынок соискателя. И вот эти волны идут, идут, идут. Последние несколько лет у нас однозначно был рынок соискателя. Вот, ну, если честно, соискатель, ну, очень сильно испортился, честно вам скажу. Соискатель испортился. То есть, если раньше, там, люди приходили, да, человека приглашаешься, то есть, рекрутер приглашает человека на интервью, соискатель это подтверждает, он приезжает, да, на интервью, не опаздывает, он такой нарядный, красивый, как мы сейчас с вами, несмотря на home office. Вот, люди адекватные, адекватно общаются и так далее, и так далее. Вот, ну, как бы, все хорошо так, как в бизнесе, да, принято. Вот, назначили эти встречи, ты пришел, там, ну, все, все как бы по протоколу. То последние несколько лет ситуация изменилась, причем, ну, довольно-таки резко. Люди просто перестали приходить. Ну, то есть, да, если, там, 10 человек назначили собеседование, если из них 3 приедет, то это... Да, причем, если раньше эта проблема была, скажем, на каких-то entry-level позициях, ну, например, там, да, ресепшионист, да, или офис-менеджер, вот на таких позициях, ну, как правило, у нас это молодые девушки, там, после окончания института, ну, всякое бывает, да, то, ну, вот, как-то такая заразная болезнь, она передалась и, там, и людям более, как бы, такого уровня, да, медлам, то есть, там, были разные истории, когда там руководитель какого-то департамента его приглашают на встречу, да, все подтверждается, вот, он просто, ну, не появляется. А, как правило, эти истории, они же продолжаются, то есть, там, рекрутер, человека набирает, а где ты, что, вот, человек, там, не берет трубку или вообще отключает телефон, ну, вообще, вот, честно, детский сад, то есть, сейчас время, ну, не можешь ты прийти, или ты передумал, или у тебя, как бы, какой-то другой оффер, и тебе что-то не понравилось, ну, просто напиши три слова, сейчас все в мессенджерах, не обязательно звонить, напиши, там, смс-ку, напиши вайбере, телеграме, ватсапе, там же, в фейсбуке, напиши, там, спасибо, но у меня не будет, да, там, может, даже причину не писать, просто, там, извините, да, там, ну, я не приеду, вот, ну, когда договариваются, человек не приезжает, вот, а когда человек к работодателю не приезжает, да, то есть, мы его уже, как бы, рекомендовали, ну, такое, такое бывает, на самом деле, очень редко, потому что, как правило, рекрутер, он, ну, как бы, вот, тех, тех людей, которые в шот-листе, и те, которые предоставляются кандидату, они уже, ну, как минимум, адекватные, проверенные, но бывают такие истории, вот, поэтому вот это, скажем, разгильдяйство, необязательность и так далее, вот, она распространилась, и самое интересное, что люди, они думают, ну, они думают, что они нормально поступают, да, то есть, вот, как бы, они уверены, что, ну, вот, не позвонил я и не позвонил. Откуда это взялось? Ну, я думаю, что это взялось из социальных сетей, вот. Ну, вот вам, не знаю, вам в Фейсбуке часто пишут просто люди, которых вы не знаете, да, что-то вот непонятное. Ну, давайте так, вы на все письма отвечаете или нет? На все мы письма отвечаем. Ну, я, кстати говоря, не так часто пишут на Фейсбуке, вот, мне чаще пишут на Линкедине, да, смотря какое письмо. Если интересно, да, если по работе что-то, я стараюсь отвечать, если что-то такое, ну, не совсем, там, адекватное, наверное, нет. Ну, вот, видите, а поиск работы, это же тоже работа, если тебя пригласили на интервью, ну, вот, а люди не думают, ну, это же репутация, а рекрутер потом в серой системе, он, естественно, отметит, что человек просто, ну, не пришел, не перезвонил, и вопрос, как вы думаете, к нему второй раз обратятся с таким же предложением? Ну, наверное, нет. Вот люди как-то стали не думать о репутации, они вот как-то живут сегодняшним днем, многих карьера абсолютно не интересует, ну, вот, как-то так. Я сейчас говорю немножко, да, там, о прошлом, о том, что было до карантина, почему? Ну, потому что реально мир изменился, и вот мы с вами пока разговариваем, он меняется прямо сейчас. Опять же, сейчас все изменилось, сейчас рынок работодателя, сейчас выбирает работодатель, вот, и, поверьте, выбор у него будет. Ну, будем делиться, что это как-то повлияет на соискателей, они будут более ответственно подходить к вакансиям и к приглашению на собеседование. У меня еще такой вопрос. Что поменялось кардинальным образом в поиске персонала? У нас классические методы поиска персонала – это сайты, рабочие сайты, добавились социальные сети. Ну, вот, что я для себя отметила, как работодатель, как человек, который тоже нанимает персонал, я обратила внимание, насколько вот мне, например, ну, для меня перестали быть эффективными вот эти обычные сайты WorkU и Работа.UA. Я, как небольшая компания, не могу конкурировать большими бюджетами с теми компаниями, которые оплачивают свои вакансии. Поэтому, а если я выставляю и получаю резюме, они в большей степени не целевые. И я для себя отметила, что, ну, как бы для меня эти сервисы перестали быть эффективными. Работает метод активного поиска, когда сам рекрутер садится и просто обзванивает необходимую базу резюме. Вот что вы по этому поводу скажете? Есть ли альтернатива вот этим обычным сайтам WorkU, Работа.UA? Какие сегодня способы лучше работают? И есть ли у нас выбор в этом плане? Да, ну, альтернатива, она всегда есть. Но, опять же, все зависит от вакансии и от стратегии поиска. Опять же, иногда полезно использовать несколько путей, иногда какие-то источники просто не работают. Если говорить о работных сайтах, ну, вот смотрите, давайте возьмем IT-рынок. У нас, кстати, в группе компаний есть компания, которая называется IT-ставт. Вот я покажу. Она занимается только подбором IT-шников. Восемь лет на рынке эта компания работает со своей командой. Вот. И, ну, не секрет, что IT-шники давно не откликаются на вакансии на сайтах, да, как правило. То есть там есть, допустим, вот специализированный сервис, Джинни, вот, он, 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 можно сказать, что он работает как работный сайт, но там немножко другие технологии, да, и так далее. Но большинство IT-шников, они, ну, не смотрят вакансии на работных сайтах. То есть там давно этот канал не работает, и чтобы найти хорошего IT-шника, его нужно искать, да, другими путями, через там рекомендации, через специализированные различные сообщества и так далее, и так далее. То есть там давно конкуренция очень большая, там давно рынок соискателя. Сейчас, опять же, он немножко просел уже, то есть количество вакансий стало меньше за счет того, что много компаний, ну, заморозили проекты, а Украина, ну, это все-таки больше аутсорсинг, да, то есть наши программисты пишут подзападные проекты. А как, так как там карантин, да, Америка, Европа, соответственно, часть проектов также заморозили, и у IT-шников сейчас тоже ситуация как бы поменялась. И, соответственно, последние там 10 лет у IT-шников заработные платы только росли, а сейчас вот тот момент, когда, да, ну, уже пошло проседание, ну, это проседание там продлится определенным образом. Но этот рынок, он восстановится быстрее других, скорее всего. Ну, с IT-шниками-то понятно, да, это люди востребованные, поэтому вы, то есть вы пользуетесь какими-то другими сервисами, правильно? Ну, понятно, что вы ищете, вы возможно... Мы пользуемся всеми сервисами, ну, в зависимости от потребностей. У нас довольно большая своя база данных, то есть за 15 лет у нас своя база данных, там, ну, под 200 тысяч соискателей. Плюс это база данных с историей, ну, то есть если к нам кандидат попал в базу данных, есть вся его история, по каким проектам он проходил. Да, то есть, допустим, он там 15 лет назад попал в базу как, не знаю, торговый представитель, вот, за 15 лет человек сделал карьеру и стал там генеральным директором. Ну, у нас эта вся история сохраняется, да, когда он ходил куда? На позицию торгового представителя, потом он стал супервайзером, прислал нам свое новое резюме, потом он стал региональным менеджером, потом дивизионным, потом стал, там, скажем, сейлс-директором, потом еще кем-то, а сейчас он дженерал-менеджер. И у нас эта вся история как бы есть. А расскажи... Самый простой инструмент – это своя база данных, да, то есть вот есть у рекрутера новая вакансия, там, не знаю, бренд-менеджер. Он заходит в базу, вбивает там в поисковик необходимые параметры, и ему выскакивает там, да, тысяча бренд-менеджеров, которые есть в базе. Он дальше их там, да, поселектирует уже по параметрам, как бы работает с этой базой. Опять же, ну, мы используем работные сайты, как для постинга вакансий, мы используем базы работных сайтов для поиска соискателей, мы используем LinkedIn, естественно, социальные сети, сообщество, рекомендации, то есть все доступные способы. Боты, телеграммы и так далее. В общем, нет какого-то определенного канала, вы используете все вместе, смотря там, в зависимости от вакансий, правильно? Да, в зависимости от вакансий выбирается стратегия поиска, используется один, два, три, четыре канала, вот. Или просто рекрутер, опытный рекрутер, у него есть, опять же, бренд-менеджер, да, если он закрывал эти вакансии, это может происходить так. То есть человек получает вакансию, делает три звонка, трем своим знакомым бренд-менеджерам и закрывает вакансию. Ну, для этого нужно было 10 лет работать рекрутером и закрыть там 15-20 похожих вакансий, знать рынок, да, и человека знают на рынке и так далее, и так далее. Ну, это вот, это репутация, бренд-профессионализм. Для этого нужно 10-15 лет работать для чек. А вообще реально рекрутеру работать 10-15 лет рекрутером. Вот я, опять же, столкнулась, столкнувшись с вопросом поиска персонала, и у меня был в штате рекрутер, я обратила внимание на то, что рекрутер – это, в принципе, сегодня человек немножечко продажник. То есть это человек, который работает достаточно в таком формате интенсивном. Он постоянно работает с возражениями, ему нужно уговаривать, ему нужно продавать вакансию потенциальному соискателю. И он сталкивается, конечно, там с разными ситуациями, там и негативом, и неадекватностью. И, как я обратила внимание, что это в этой профессии люди часто выгорают, потому что им приходится общаться с огромным количеством людей. Не всегда эти люди позитивно настроенные, они могут не доезжать до собеседования, не выполнять обязательства. Как вообще рекрутеру сегодня живется? И я обратила внимание, что первая вакансия, которую уволили, это были рекрутеры HR-менеджеры, потому что я увидела в ленте Фейсбука самое большое количество постов. Да, да, да. Вот что вы расскажете сегодня об этой работе, об этой специальности, как в ней можно работать вообще 10 лет? Да, ну, как бы можно и больше. Я 15 лет в этом бизнесе. Вы же как руководитель, правильно? Как можно, да. Я руководитель, я не занимаюсь рекрутментом, как правило. Но, смотрите, вот те рекрутеры, которые работают у нас сейчас в компании, самому, скажем, младшему в плане количества лет работы компании, это 3 года. Вот. Есть люди, у которых 4 года, есть 2 человека, которые в компании работают уже второй раз. По второму кругу. Да, по второму кругу. То есть в серии человек пришел, поработал рекрутером 2-3 года, потом ушел куда-то, поработал еще где-то HR-рекрутером, и вот сейчас вернулся. А есть у нас директор киевского офиса, он когда-то в компанию пришел обычным рекрутером, дорос до синера, проработал больше 5 лет, потом ушел опять, ну, не опять, а ушел из компании, и последние 2 года он вернулся в компанию уже на директорскую позицию. И вы нормально относитесь к такому вопросу, да, когда человек работал с вами, потом ушел где-то еще поработал, и потом он возвращается? Нормально, конечно. То есть как бы, вы же понимаете, когда человек возвращается, он же знает, куда он возвращается. Ну, хотя компания сильно изменилась и меняется постоянно, поэтому некоторые люди, когда возвращались, они говорили, мы уходили, ну, это же была совершенно другая компания. Сейчас мы вернулись, как бы, здесь все, все по-другому, им вообще так приятно. Ну, нам и так нравилось, но нам так нравилось, что мы ушли в свое время, да? Но сейчас решили вернуться, и мы там приятно удивлены, что компания, как бы, изменилась в лучшую сторону, и, видите, работают дальше. Вот. А вообще, куда деваются рекрутеры? Ну, это интересная история. Я, как бы, 15 лет наблюдаю эту историю. Ну, почему? Потому что люди, как бы, люди от нас уходят, как из любой компании. Вот. И вот вопрос, куда они уходят? Ну, есть несколько сценариев. Смотрите, опять же, рекрутер в Украине, это, как правило, женская профессия, да? Ну, так сложилось. Бухгалтерия и рекрутеры. Бывают исключения, но очень редко. Да, бывают исключения. Но у нас компании всегда работали, работают и будут работать мужчины, ну, несколько, то есть мы стараемся разбавлять. Но, опять же, 80% в рекрутменте, можно смело сказать, и в HR, да, в целом, это женщины. Ну, вот поэтому у нас на чашке изображен, я покажу, мужчина, да? Мужчина такой отдыхающий. То есть девушки и женщины работают, а мужчина, вот. Ну, и действительно, женский пол, он очень хорош в рекрутменте. Почему? Потому что здесь, как правило, многозадачность, а женщины, они всегда многозадачны от природы. И вот из нашей практики очень хорошие рекрутеры, это те, у которых девушки, женщины, у которых есть несколько детей, и чем больше, тем лучше. И вот когда они после декрета, там, возвращаются или приходят, они такие многозадачные, вот. Как они это все успевают, вот, но вот успешные. Куда деваются? Смотрите, ну, первый путь человек уходит, скажем, на сторону клиента. Вот. Почему? Потому что, как правило, там все стабильней, там один заказчик, там нет такого большого количества вакансий, нет такого потока, нет таких дедлайнов. Вот. Ну, иногда там более стабильная заработная плата. Почему? Потому что не секрет, что в агентствах есть относительно небольшая ставка и большой хороший, да, процент, KPI, это называется везде по-разному, разная система, от результата, от плейсмента. Вот вы правильно сказали, как у продажников, да? Ну, нет хороших продажников, которые работают на ставку, и которые мы делаем на ставку. Конечно, конечно. У меня должен быть процент и бонус, и он должен быть большой, так, чтобы хороший продажник зарабатывал хорошо. Вот. Поэтому, а на стороне клиента, когда ты приходишь, там тебе дают, ну, сразу хорошую ставочку. Ну, да. Потому что ты пришел из известной компании, из хорошего бренда, ты уже закрыл много вакансий, у тебя большой разносторонний опыт, хорошая школа, эффективность и так далее, и так далее. Ты получаешь хорошую ставочку, и там уже дальше как сложится. Вот. То есть люди или остаются в HR на стороне клиента, вот, или просто исчезают. Опять же, куда исчезают женщины-девушки? Ну, некоторые уходят в декрет, из него там уже не возвращаются. Да. А вот у меня такой вопрос. Вот у нас в СММ, в сфере СММ, если человек, вот, как вы сказали, уходит из профессии, предположим, если он уходит либо в декрет, либо он уходит просто там подумать о жизни, поучиться или там, не знаю, найти себя, то, во всяком случае, в СММе происходит следующее. СММ очень быстро меняется. За три месяца может сильно измениться эта сфера, и когда человек возвращается, он уже по квалификации не догоняет тех, кто был в обойме, тех, кто в это время осваивал новые изменения. Поэтому интереснее уже работать с кем-то новым, кто уже освоил, кто уже влился и понял, что происходит. В вашей сфере рекрутинга так же происходит? Ну, здесь не такая, скажем, быстрая динамика, как в СММе, да, условно там поменялись настройки Google Analytics, и все, и нужно все как бы полностью там СММ как-то перестраивается. Здесь все не так быстро, вот, здесь быстрые изменения, они, скажем, в сфере IT-рекрутмента. Вот те рекрутеры, которые подбирают IT-шников, да, вот там вот, там постоянно нужно учиться, потому что, во-первых, ну, много IT-шных различных там технологий, языков и так далее. И там, ну, изменения, да, там изменения как бы постоянно проходят. Ну, и вы знаете, что в IT там все время учатся, программисты, которые кодят, они учатся постоянно. И, соответственно, рекрутерам приходится учиться постоянно. А в традиционном рекрутменте, не IT-шном, там изменения, они происходят, но они не такие быстрые. То есть люди, как правило, ну, они успевают. Появляется там, да, какая-то новая технология. Вот появились чат-боты, люди там освоили чат-боты. Появился какой-то там дополнительный ресурс. Люди освоили дополнительный ресурс. Ну, и рекрутер, это, как правило, это человек, который постоянно чему-то учится. Почему? Ну, потому что один проект на другой не похож, да. Дали человеку какую-то новую вакансию, то есть, опять же, закрывал он вакансию, вот, бренд-менеджер, да, почему-то это все время вспоминается. А здесь раз ему дали, ну, из какой-то другой сферы, а он об этом ничего не знает, дали ему логиста. И он начинает, что такое supply chain, да, и он начинает изучать, там, логистика, какие они бывают, эти логисты и так далее, так далее, так далее. Такой вопрос у меня, раз мы уже затронули чат-ботов, такой вопрос. Уже, в принципе, известны примеры, когда рекрутер, HR-менеджер в компании может быть заменен чат-ботом, программой, которая созванивается с соискателем, анализирует его резюме, приглашает даже его на собеседование, и даже может автоматически вызвать такси, если там какой-то соискатель, для которого это необходимо. Некоторые компании уже внедряют такие сервисы, а также, опять же, чат-бот может заниматься отбором резюме, да, он может вести там определенную переписку с соискателем, отвечая на его вопросы. Как вы считаете, вот вообще эта профессия в ближайшем будущем будет заменена на программы, на роботы, на чат-боты? Это возможно или нет? Нет, ну, смотрите, какие-то бизнес-процессы просто могут быть заменены, да, вот это первичное общение, там, первичный какой-то скрининг и так далее. Ну, а дальше, вы же поймите, если мы говорим там о подборе среднего звена, если мы говорим о подборе топ-менеджера, ну, не будет топ-менеджер общаться с чат-ботом, да? Ну, вот вы собственник бизнеса, будете вы с чат-ботом? Ну, собственно, конечно, нет, а линейный специалист я вполне представляю, потому что вопросы стандартные, даже у рекрутера есть скрипт, по которому он работает с потенциальными соискателями, поэтому я на самом деле представляю, как этот процесс может быть, осуществляться. Ну, опять же, часть автоматизируется, да, раньше говорили так, вау, вот появились сайты работы, там сейчас есть база резюме, вопрос, зачем тогда вообще внешние рекрутеры, да, вот я внутренний там HR-рекрутер, я себе зашел на сайт работы, нашел резюме этого человека, позвонил ему, пригласил, договорился, взял на работу. Зачем мне вообще агентство, которое заходит на тот же сайт и делает то же самое? За что платить агентству? А оно не работает так. То есть вы читаете, что пока, пока перебивать нечего? Да, есть чат-боты, а есть же эти, боты, боты, смотрите, есть боты со стороны работодателя, а есть же и боты со стороны соискателя. Ну, могут быть ответные, тоже могут быть. Ну, представляете, я ищу работу, у меня свой есть бот, ну, потому что я не хочу общаться с ботом, да, написали там какой-то скрипт, и ваш вы работодатель, я соискатель, и ваш чат-бот общается с моим чат-ботом. Ну, пусть они там себе пообщаются, договорятся. Ну, кто знает, сейчас эти технологии развиваются. Люди, выны людьки, да, и они хотят общаться с людьми, поэтому, да, какие-то процессы, они как бы могут и должны быть заменены. Раньше же мы такси как вызывали, да? Алло, девушка, мне, пожалуйста, можно сказать. А сейчас, ну, вообще, зачем, о чем с кем-то говорить, да? И у нас там минимум три оператора, не будем называть, да, в которых приложение забиваешь и, мало того, выбираешь тот, который там дешевле, да, ближе, быстрее, вот, и все. Да, и обошлись вот такими приложениями. А вот и деньги даже не нужны. Есть карточка, деньги сняли с карты. Нужен просто смартфон. Вот смартфон заменил уже девушку-диспетчера, да, вот был процесс. Но смотрите, служба же такси от этого, ну, не умерла, она есть, она работает. А у девушки-диспетчера нет. Поэтому, ну, так как агентства и рекрутеры внешне, они вот, они все-таки не девушка-диспетчер, как многие на самом деле думают, что за что мы вам платим? За то, что вы зашли на сайт работы, нашли это же резюме, которое мы, ну, наш там рекрутер мог найти, просто его там поменяли, там, шапку, да, и нам его выслали. За это мы платим? Ну, конечно, не за это. За что платят рекрутеру? Смотрите, за что платят агентству? Агентству платят за... То есть задача агентства принести на тарелочке с голубой каемочкой, каемочкой трех кандидатов, которые подходят под вашу заявку, да? Вот вам нужен главный СММщик, давайте, руководитель команды СММщиков, вот вы нам дали заявку, и мы вам там через две недели, три недели принесли трех кандидатов на тарелочке с голубой каемочкой, которые там максимально подходят под ваши требования, раз, которые мотивированы, да, им интересно эту работу делать, у них есть мотивация, вот, ну и которые там безопасны для компании, да, то есть как бы не будут делать ничего плохого теоретически. А ваша задача из трех выбрать одного, сделать ему джобофер, предложение, ну, как бы с нашей помощью там договориться и взять на работу. Ну, теоретически это, конечно, звучит так, практически это происходит немножко по-другому. Так, хорошо, вот, мы, в принципе, сегодня с вами разобрали, ну, вот, все вопросы, вот, главный вывод нашей с вами беседы о том, что рынок сейчас постепенно становится рынком работодателя, для бизнесов, наверное, это неплохо, но что еще из прогнозов? Зарплаты, скорее всего, по вашему мнению, будут снижены, да, процентов на 20-30 в ближайшее время. Да. И ваши, кстати, вот рекомендации, порекомендуйте соискателям, что бы вы сейчас порекомендовали людям, которые вдруг без работы сидят, да, которые не знают, когда закончится карантин, что им делать? Порекомендуйте вот ваши, что бы вы сказали им сделать в этот период, как, ну, что делать? Что делать? Ну, первое, это хорошее настроение, оптимизм, вот, и никакой паники. Второе, если у вас работа есть, то держите за существующего работодателя, при этом, ну, если вы несколько лет в компании работаете, и вы видите, что, как бы, компания вас ценит, ну, держитесь за работу, то есть сейчас не нужно, если вам там временно снизили заработную плату, не нужно хлопать дверью, нужно войти в положение компании, да, а вы в ней работаете, и вы знаете, да, что если продажи упали, и клиенты не платят, то, ну, и компании сложно вам платить заработную плату, поэтому, ну, пойдите на встречу и держите за работодателя, но если вы видите, что вам не по пути, или вас уже действительно уволили, или вы сами уволились, ищите работу, но ищите ее активно. Почему? Потому что рынок поменялся, рынок стал рынком работодателя, работодатель выбирает, и поверьте, у него выбор есть, поэтому вы должны себя продать. А для того, чтобы продать, ну, нужна воронка продаж, нужно обращаться не к одному работодателю, а к нескольким, вот, нужно себя правильно преподнести, нужно сделать правильное резюме, нужно выбрать правильные каналы для продажи себя, нужно зарегистрироваться на тех же работных сайтах на всех максимально, Нужно заниматься поиском вакансий на этих работных сайтах, нужно взять рассылку в рекрутинговые компании и нужно напрямую общаться с теми работодателями, с которыми вам интересно работать. Очень просто, не знаю, вы хотите работать в FNPG компании или вы хотите работать в рознице, сейчас в продуктовой рознице все хорошо, вы хотите там работать, составьте список этих компаний, их на самом деле не так много, зайдите на сайт этих компаний, там, как правило, есть раздел карьера и отправьте свое резюме в отдел подбора персонала, напишите сопроводительное письмо. Ну, то есть, продайте, потом позвоните туда, наберитесь как бы наглости, храбрости, позвоните, спросите, а получили ли вы мое резюме, а когда вы меня пригласите на встречу, ну, то есть, нужно, сейчас нужно быть настойчивым, потому что если вы просто повесите свое резюме на работных сайтах и будете сидеть вот так ждать, а когда же меня пригласят, ну, вас могут и не пригласить. А если вы будете стучаться, если вы будете там использовать разные каналы, если вы будете писать в эти компании, там, в LinkedIn находите этих HR-ов, рекрутеров, им будете стучаться, писать, то, ну, как бы, работодателя нет другого пути, кроме того, что взять вас на работу. Да, активные люди нужны всем. Отличная рекомендация. Да, да. Ну, я добавлю, если вы вдруг чувствуете в себе силу, что вы хотели бы заняться каким-то бизнесом или у вас есть бизнес офлайн, а вы хотели бы перейти и быстро упаковаться в онлайн формат, и вам для этого нужна помощь, вы можете написать в этом, в комментариях к этому видео слово «интересует». Я занимаюсь быстрой упаковкой в онлайне. Мы с вами обсудим ваше направление, мы с вами выберем нишу, мы с вами подберем, определим целевую аудиторию, определим уникальное торговое предложение и подберем методы маркетинга и рекламы для привлечения вашей целевой аудитории. То есть вы даже в карантин можете быть полезны своими услугами, своей экспертностью, своим опытом каким-то людям. И если вам нужна помощь в упаковке и в привлечении клиентов, обращайтесь ко мне. У меня первая консультация бесплатна. Мы уже на первой консультации с вами проработаем нишу, целевую аудиторию, уникальное торговое предложение, методы привлечения клиентов. А, в общем-то, вы получите пошаговый путь привлечения клиента в ваш бизнес. Так что пишите «интересует» в комментариях к видео и будем с вами общаться в мессенджере. Так, ну что, мы вложились в наш тайминг, раскрыли все вопросы. Мне было очень интересно узнать о том, что происходит на рынке, пообщаться лично с вами. Огромное вам спасибо за прямой эфир. Удачи в вашем бизнесе, новых заказчиков и клиентов. Спасибо. Спасибо. До свидания. Хороших выходов. Спасибо.